Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить про художественную культуру Древней Греции. Начнём с периодизации. Она очень пространная. И обращаю ваше внимание, что чем ближе к современности, тем более дробные у нас появляются периоды, и тем большую ответственность это накладывает на обучающегося, потому что, конечно, мы можем дать только общие моменты, а более углублённое изучение требует уже самостоятельной работы. Периоды, которые выделяются в рамках Древней Греческой культуры, следующие. Первый период – протоантичный, который состоит из нескольких этапов. Второй период – это период геометрического стиля, который тоже имеет несколько подэтапов. Третий период – это период культуры архаики. Четвёртый период – это период культуры классики, который связан с наивысшими достижениями, которые наиболее известны широкой публике. Следующий период, пятый, который завершает классическую греческую культуру, это период эллинизма. Если говорить об основной такой линии развития, благодаря которой была выстроена эта периодизация, то, конечно, мы с вами увидим, как постепенно от древнейших этапов вплоть до более поздних всё больше и больше совершенствуется мастерство древних мастеров, всё больше и интереснее становится количество памятников, и каждый из этих этапов имел свои нюансы, которые мы назовём, когда будем рассматривать непосредственно уже примеры. Говоря об особенностях древнегреческой античной цивилизации, также принято выделять несколько пунктов. Здесь, первое, это искусство классическое. Термин классика всегда связан в сознании с такими качествами, как первоклассный, образцовый. И, конечно, древняя Греция в данном случае – это очень яркий пример, потому что именно она является колыбелью европейской цивилизации. То есть основная часть явлений, с которыми так или иначе мы имеем дело, это искусство, это литература, это наука, это философия, это система мышления, она так или иначе связана с наследием античной цивилизации, классическое искусство. Вторая особенность, которая тоже очень важна для понимания древнегреческой традиции, – это принципиальная антропоморфность, то есть связь с человеком. Отсюда идея гуманизма, отсюда особая система пропорций, которая была характерна не только для скульптуры, но даже в архитектуре мы встречаем четкую перекличку, четкое взаимодействие между фигурой человека и, например, частями греческого храма. Третья особенность – это чувство меры. Об этой особенности очень хорошо пишет выдающийся исследователь, наш отечественный – это виппер, чувство меры, то есть древнегреческие мастера, они стремились сделать что-то сверх, они всегда очень экономно использовали художественные средства, они выбирали только то, что необходимо, поэтому вот та гармония, которая связана с греческой традицией, она обусловлена и этой особенностью в том числе. Четвёртый момент, на который всегда обращают внимание, это значение общественных идеалов. Дело в том, что Греция периода своего расцвета, вот период классики – это полисная система, то есть система городов-государств, и здесь, в общем-то, общественные идеалы, общественные нормы, они оказывались более значимы, чем личные, индивидуальные какие-то чувства, эмоции и так далее. Это тоже важно, потому что в дальнейшем именно такой гражданский пафос, он будет интерпретирован в последующей эпохе, во все те классицизмы, которые декларировали обращение именно к наследию античности, не только с точки зрения формы, а и с точки зрения содержания. И пятый момент, на который следует обратить внимание, это осознанность эстетических намерений, то есть изначально древние греки, создавая свои произведения, они имели в виду вот эту эстетическую составляющую, то есть представление о красоте и гармонии. Начнем мы с вами разбирать конкретные произведения искусства с древнейшего периода, это период Крита-Меккенской цивилизации, протоантичная культура. Здесь есть два очага развития этой культуры, это острова, в частности остров Крит, и это материковая Греция. Здесь можно увидеть существенные отличия, вот, например, Львиные ворота в Меккенах, это пример архитектуры материковой Греции. Это мощная циклопическая кладка, это такая суровая, неприступная цитадель, которая практически лишена декоративных мотивов. И сравним с дворцом, который располагается на острове Крит. Один из дворцов – это Кносский дворец, который характеризуется свободным расположением на ландшафте, который характеризуется обилием декоративных каких-то элементов. Даже раскрашенные критские колонны также подчеркивают именно этот момент. Дело в том, что остров Крит был защищен естественными преградами от иноземных вторжений, поэтому не было необходимости создавать такие мощные укрепления, в отличие от материковой Греции, которая в большей степени была подвержена вторжениям извне. Поэтому это существенное отличие, которое связано с архитектурой данного периода. Точно так же и живопись. Как я уже сказала, критские дворцы были декорированы. Это монументальные ансамбли, фресковые ансамбли, которые отличаются яркостью, многоцветием, декоративностью. И один из таких примеров сейчас перед вами. Следующий период, период геометрического стиля, он был связан с нашествием с севера воинственных племен, которые на какой-то момент времени обусловили некоторую стагнацию в развитии культуры. Перед вами образец такого рода памятников. Это большие погребальные амфоры из дипилона, которые уже не отличаются полихромией, которые не имеют вот такого разнообразия, как критские русписи. А здесь, наоборот, мы видим схематический узор, который выполнен очень точно. Подчеркивается членение данного сосуда, преобладают орнаментальные мотивы. Это все очень красиво. И в то же время это очень отличается от предшествующего этапа, который мы с вами видели. То есть простота, конструктивность и именно эти качества, они свойственны для геометрического стиля. Следующий период, который мы называли, — это период архаики. Здесь, говоря о развитии различных видов искусства, следует сказать, что, во-первых, главнейшее достижение в данной сфере — это формирование архитектурного ордера, предпосылок и потом уже его окончательного оформления. Ордерная система — это тип архитектурной композиции, который представляет собой художественную, то есть декоративную обработку стоечно-балочной конструкции. Древнегреческая архитектура не знала сводчатых конструкций, здесь преобладала именно стоечно-балочная. Ордерная система предполагает и эстетическую составляющую, и в то же время каждая часть древнегреческого ордера предельно конструктивна. То есть мы не можем с вами взять и убрать, например, ствол-колонную, потому что тогда конструкция рухнет. Ордер традиционно состоит из нескольких частей и выделяются несколько типов, которые, конечно, нужно знать. Это ордер дорический или дорийский, который является древнейшим. Второй ордер по времени формирования — это ордер ионийский или ионический. И третий ордер, наиболее поздний, наиболее декоративный с точки зрения оформления капителя — это ордер коринский. Они формируются поэтапно, и нет какой-то застылой такой схемы, потому что отличия могли проявляться даже в рамках одной ордерной системы. Основные элементы, в данном случае это дорический архитектурный ордер, вот перед вами представлен. Это постамент, колоннада и покрытие. Колоннада состоит из колонн, которые имеют ствол колонны в данном случае, и капитель. Для ионического ордера у колонны появляется база. И дальше у нас есть покрытие, то есть антаблемент, который состоит из фриза, карниза и архитрава. А дальше у нас идет фронтун, то есть такая достаточно сложная схема, которая в дальнейшем будет сохранена на протяжении всей истории развития греческого зодчества, греческой архитектуры. Если говорить о примерах архитектуры, максимально полно и максимально подробно можно рассмотреть это на примере памятников Афинского Акрополя. Афинский Акрополь – это укрепленная цитадель, холм, который располагается в центре Афин. И вот зодчий Эктины Каликрат под общим художественным руководством скульптора Фидия выполнили оформление данного ансамбля. Несколько храмов здесь представлены. Это Эрихтейен, это храм Никиаптерос, храм Ники Бескрылый, и, конечно, Парфенон. Парфенон – как такая вершина древнегреческого зодчества эпохи классики, памятник, который относится к V веку до н.э. Это время Перикла, выдающегося государственного и общественного деятеля. И данный образец архитектуры является одним из шедевров в копилке памятников мировой художественной культуры. Также существует и в собрании разных музейных экспозиций скульптурное оформление, которое было туда перенесено, потому что Парфенон прожил долгую историю, которая часто была драматичной, пережил войны, взрывы и так далее. Поэтому в рамках музейного пространства оформление Парфенона, которое было выполнено Фидием и его школой также в V веке до н.э., это все сохранено. В рамках развития дарического ордера мы видим, как постепенно меняются формы. Например, в VI веке до н.э. Капитель более суровая, более строгая. В последующий период она приобретает большую изысканность и большую утонченность. Мы отмечали, что греческая культура принципиально антропоморфна, и нужно сказать, что дорический ордер, например, отождествлялся с мужской фигурой, которая такая брутальная, устойчивая, демонстрирует уверенность, мощь, непоколебимость, твердость и так далее. А ионический ордер, напротив, был связан с представлениями о женской фигуре, то есть более утонченные пропорции, большая изысканность, иногда даже кажущаяся хрупкость и гибкость, то есть те качества, которые в рамках древнегреческой цивилизации относились к женскому образу. Примерно такие же процессы были связаны и с эволюцией скульптуры, когда постепенно греческие мастера сначала научаются передавать правильные пропорции, потом они осваивают проблему движения, проблему динамики, и далее переходят к решению более сложных проблем психологического характера. Не просто изобразить правильные пропорции человеческого лица, а, например, передать взгляд, передать напряжение, передать какие-то чувства. Для периода архаики древнегреческие статуи были представлены в нескольких разновидностях. Я вам покажу две из этих разновидностей. Это мужская фигура, которая получила наименование Куроса, и женская фигура – это статуи Кор. Вот перед вами один из памятников скульптуры архаики – это мастер-полимет из Аргаса, это Клеобис и Биттен. Это персонажи, которые были прославлены Геродотом в его сочинении за их любовь, которую они уделяли своей матери. Мама у них была жрицей, жрицей-богиней, и в какой-то момент времени ей нужно было срочно для совершения ритуальных действий оказаться в храме. Но, к сожалению, транспорта не было, потому что боги, которые использовались для этого, они где-то были далеко, поэтому ее два сына впрыглись в повозку и стремительно домчали ее до храма. За это богиня сказала, что мать может просить любой награды для своих сыновей, и мама попросила наивысшего блага, которое доступно смертному человеку. После этого оба сына тут же одномоментно умерли в храме, не заметив этого. То есть таким образом получили свою награду. И статуи кор – это образы женские, женские фигуры, которые более лиричные, более утонченные. При этом нужно обратить внимание, что мужские фигуры всегда были обнаженными для данного периода времени, а женская фигура всегда была одета. Поэтому если мастеру нужно было изобразить обнаженную женскую натуру, выбирались какие-то драматические сцены, там убегающая нимфа или раненая амазонка, тот момент, когда одежда не спадает с фигурой, и это даёт новые изобразительные возможности. Отметим, что древнегреческие статуи не были беломраморными, они были раскрашенными. И также отметим, что мастера работали в разных материалах. Это мог быть камень, например, мрамор, который я называла. Это могли быть металлические произведения. Само название статуи происходит от наименования статуарис, то, что обозначает технику литья. Также могли быть смешанные техники. Это, в первую очередь, хриза-элефантинная техника, которая предполагала использование драгоценных материалов золота и слоновой кости. И именно в такой технике была выполнена статуя Афины Парфенос, Афины Девы, которая являлась главной статуей в Парфеноне, в этом святилище. Статуя, которая была создана Фидием. Но поскольку материалы эти драгоценные, потом эти произведения очень мало сохранились до современности, потому что их потом использовали вторично. И также была смешанная техника акролитов, то есть сочетание разных материалов, дерева, камня. Голова могла быть выполнена из одного материала, а фигура, например, из другого. Постепенная эволюция скульптуры, как я уже сказала, она приводит к постепенному решению важнейших задач, то есть правильные пропорции, динамика, движение. И вот уже в V веке до н.э., уже в период классической культуры, в период классики, появляются несколько мастеров, которые блестяще эти вопросы решают. Одним из таких авторов был скульптор Мирон. Перед вами его произведение, которое посвящено сюжетам, связанному с Афиной и Марсием. Это произведение, которое сохранилось до нас в более поздней римской копии. И вот Мирон, он передает эту динамику, передает движение. Это один из выдающихся мастеров периода ранней классики. Конечно, все знают его по произведению дископул. Метатель диска — это статуя атлета, вот он обнаженный перед вами, и замахивается для того, чтобы метнуть диск. То есть в момент максимального напряжения, но вот мышцы должны вот-вот распрямиться, и диск полетит. Второй мастер, который работает тоже в период V века до н.э. — это Поликлет. Поликлет был не только скульптором, он был и теоретиком. Разрабатывал он систему пропорций, и описано это в его сочинении, которое называется «Канон». Сохранился этот литературный текст в более поздних цитатах, в более поздних источниках. Поликлета иногда обвиняли в однообразии, критиковали за однообразие. Однако именно в этом однообразии и заключена его великая сила, то есть отработка пропорций, такая, которая до сих пор используется и современными мастерами. То есть представление об идеальных пропорциях, которые выполнены в виде соотношения частей. Лицо — одна восьмая часть фигуры, ладонь тоже составляет определенную часть стопа, голова и так далее. То есть то, что используют современные авторы. Для периода IV века до н.э. характерны также решения определенных задач, но более сложных, то есть уже на более высоком уровне. Здесь также три выдающихся мастера работают в IV веке, их, конечно, было гораздо больше. Мы называем таких основополагающих в рамках нашей программы. Это Прокситель, Лисип и Скопос. Вот перед вами статуя Проксителя, Аполлон, убивающий ящерицу. А произведения Проксителя были посвящены решению очень сложной задачи. Это изображение фигуры в покое. При этом в покое так, чтобы она была подвижной. Поэтому часто он использует мотив боковой опоры, чтобы мышцы были расслаблены. И вот здесь мы видим эту боковую опору в статую отдыхающего сатира и также в статую гермеса с младенцем Дионисом. Такая тягучесть форм, плавность, она, конечно, была очень актуальна именно для интерпретации женских фигур. Поэтому Прокситель вошел в историю искусства как автор Афродиты Кницкой. Это первое изображение обнаженной богини. Она поддерживает рукой упавшее одеяние. То есть тоже у нас есть этот мотив опоры. Эта статуя не сохранилась в оригинале. Известно в римской копии и в более поздних произведениях тоже. А в частности, в собрании государственного эрмитажа есть статуя Венеры Таврической, которая тоже является одной из более поздних реплик этого произведения искусства. Лисип, который был одним из самых разносторонних мастеров IV века до н.э. И вот перед вами повторение его бронзовой скульптуры, которая посвящена истории Геракла. Это противоборство Геракла со львом. То есть, конечно, основной источник, который использовали древнегреческие мастера, это древнегреческая мифология. Мифология — это система описания окружающей действительности. Тоже она проходила в своем развитии несколько этапов, начиная от хтонической мифологии и заканчивая этапами позднего героизма, который как раз был связан с полесной идеологией и с ее последующим кризисом. Завершает развитие древнегреческой цивилизации эпоха эллинизма. Эпоха эллинизма была связана с событиями походов Александра Македонского, с формированием его грандиозной империи и с последовательным распространением греческой образованности, греческой культуры, греческого языка на другие территории. Это Северная Африка, Малая Азия и другие. Александр Македонский дошел до Индии. Поэтому сочетание местных традиций с античной образованностью и с античной культурой отдавало очень яркие и интересные плоды. Скульптура Венеру Таврическую я уже упоминала, памятник III века до н.э. Статуя Ники Самофракийской II века до н.э. Это один из самых известных памятников эпохи эллинизма. Конечно, мастера уже добились необычайных высот в своих работах, однако появляется определенный момент стилизации, когда художник делает пластический мотив, складки, например, или какие-то разделки волос собственной самоцелью. И это, конечно, говорит уже о следующем этапе формирования культуры. То есть эмоциональность, драматизм находят воплощение в памятниках этого времени. Одной из самых драматичных сцен, которая представлена перед вами, является история Лаукаона, прорицателя, который жил в Трое. Он был, в общем-то, осведомлен под своим каналом о том, что нельзя пускать троянского коня, потому что это послужит причиной гибели. Но поскольку здесь также вмешиваются боги, например, богиня Афина, которая покровительствовала ахейцам в данном военном конфликте, она наслала на Лаукаона проклятие. Во-первых, ему никто не верил, и во-вторых, его и его сыновей удушили страшные змеи. Поэтому здесь, на данном примере, мы видим скульптурную группу удушения змеями, страдания, боль, драмы и так далее. Еще один пример скульптуры, которая относится к периоду эллинизма, это оформление пергамского алтаря, памятника II века до н.э. Алтарь Зевса, он был сооружен при царе Евмине II в честь очередной победы. И таким образом вот этот алтарь, он получает очень яркое декоративное оформление. С одной стороны, мастера опираются на наследие своих предшественников, с другой стороны, в отличие от периода классики, здесь мы с вами уже сталкиваемся с таким переизбытком фигур, слишком перенасыщенным декором. Это произведение, такие вот пластические массы, которые причудливо переплетаются друг с другом. И, конечно, это также свидетельствует о новом этапе в формировании античной культуры. И кратко у нас осталась еще одна тема, которая заслуживает внимания. Когда мы говорим о декоративно-прикладном искусстве Древней Греции, мы имеем в виду прежде всего античную керамику. Это вазопись и типы сосудов, которые производились в Древней Греции. И вторая тема — это искусство античных резных камней, искусство глиптики. Мы говорили о разновидности глиптики, когда разбирали классификацию видов искусства. Вот поэтому только отметим, что именно данный вид искусства получает необычайно широкое распространение в период античной Греции. И когда мы говорим об античной вазописи, здесь было несколько таких вот этапов. Это ориентализирующий стиль, это черно-фигурная вазопись и красно-фигурная вазопись. Сразу скажем, что постепенное изменение и оформление было связано, во-первых, с технологией производства, и, во-вторых, с постепенным переходом к оптическому восприятию. То есть от моторно-осизательного переход к оптическому восприятию был реализован именно в рамках древнегреческой культуры. То, что до сих пор составляет основу для академической системы образования. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!